На медицинской выставке в Москве была представлена специализированная версия классической ВАЗовской Нивы. Машина, надо сказать, очень необычная. Это одновременно и броневик, и автомобиль скорой помощи. Внешне она напоминает недавно представленный нижегородской фирмой Промтех внедорожный минивэн из всё того же семейства Куб. Но в данном случае важна не форма, а содержание. Созданием медицинской модификации занималась компания Швабес Спецавто, которая входит в периметр госкорпорации Ростех. Мы производим, соответственно, автомобили скорой помощи на различных базах, в том числе на базе Нивы. А в данном случае мы сделали бронированный автомобиль, который позволяет защитить бригаду скорой помощи и пациента от осколков, от попадания пистолетных пуль, бронирование по классу БР-3. В салоне появились поворотные кресла, носилки и стеллажи для медицинского оборудования. Салон оборудовали светодиодным освещением, а мебель сделана из надёжных и ударопрочных материалов. Очень условно, можно сказать так, примерно до центральной стойки это автомобиль Лада Нива. А всё, что дальше, уже собственная разработка компании Швабе, потому что переделывать пришлось буквально всё. И кузовные панели, и силовую основу, и, конечно, подвеску. Мы берём шасси любого производителя. У нас здесь представлены машины на базе МАЗа, на базе Лады, Гранты, в данном случае Нива. Отрезаем всё лишнее для этой задачи. Делаем кузов, делаем медицинский салон, укомплектовываем его медицинским оборудованием по, соответственно, стандарту оснащения Минздрава. Мы усиливаем подвеску, мы усиливаем, соответственно, несущую конструкцию, ставим пневмоподвеску. Всё это действительно необходимо, потому что бронированная машина потяжелела более чем на полтонны. Фрагмент бронестекла, позволяющий закрыть небольшое окно, весит примерно 15 килограммов. Плюс защитные панели, которыми закрыт не только салон, но ещё и топливный бак, аккумулятор и моторный щит. Естественно, возможностей стандартного Нивовского мотора в данном случае недостаточно, поэтому сторонняя компания форсировала двигатель до 106 сил. На базе стандартного блока цилиндров мы ставим новые головки, поршни и повышаем характеристики, форсируем мотор. Появление такой модификации сделает непростую работу медиков более эффективной и безопасной. Продолжение следует...